Здравствуйте, уважаемые земляки! С вами программа «Город в лицах» и я автор-ведущий Павел Аверин. Сегодняшний гость художник, художник самобытный, член Союза художников России, наш земляк Владимир Енаки. Добрый день! Здравствуйте! Тема сегодняшнего разговора будет звучать громко. Она называется «Портреты героев России». Прежде чем мы перейдем к разговору, коротко о моем собеседнике. Валерий родился в 1981 году в Рязани, в 2006-м с отличием окончил институт имени Сурикова. Был награжден во время обучения института премии Московской Патриархии за цикл живописных произведений «Ростовские перезоны» и к теме сегодняшней. Владимир Енаки пять раз выполнял специальные задачи в Сирийской Арабской Республике. Работал Володя и на голландских высотах на линии Браво, то есть непосредственно на линии соприкосновения с террористическими группировками. То есть человек понюхал пороха, он настоящий ветеран боевых действий. Чем обусловлена эта тема? Портреты героев России. Авторству Владимира принадлежат портреты героев России, которые ушли из жизни, отдали свои жизни за то, чтобы с нашего мирного неба не падали бомбы. И нонсенс, какая-то издевка судьбы, 18 мая открывается областная выставка. Программа выйдет уже после ее открытия, вечером 18 мая. Но Володю с его работами туда не пустили. Не взяли. Коротко об этих работах. Давайте об этом сначала начнем. Кто изображен? Почему? Что вас подтолкнуло? Ведь вы художник, а у художника всегда есть идея фикс, высшая цель какая-то. Для меня еще очень важно было в работе над портретами героев России Сергея Сухарева, Алексея Курганова, Павла Кривого и Дениса Егидарова то, что это наши земляки, это рязанцы. И все эти ребята учились и закончили Рязанское десантное училище. Все они герои России посмертно. А я сам из семьи военнослужащих. И для меня это не просто работа... С отцом вашему знакомы. Бравый полковник, десантник, да? Да, все верно. Продолжайте, извините. И для меня это работа не просто работа над творческими портретами, а для меня это еще и выполнение своей миссии, своего гражданского долга. Для меня это более чем важно. И вся эта работа для меня была сопряжена главным образом с тем, что мы должны донести рязанцам и всем россиянам память о наших героях, память об их подвиге. И делается это еще и для того, чтобы уже через много лет спустя люди, приходя в музей, могли видеть лица наших героев. Поскольку ведь и герои Великой Отечественной войны сейчас известны благодаря знаменитым картинам наших советских художников-живописцев, таких как Павел Корин, Аркадий Пластов, Сергей Герасимов. Но возникают новые герои, новые герои России, эти герои рязанцы. И для меня самого рязанца было крайне важно выполнить эти портреты. Работа была сложная, но работа была поддержана губернатором и правительством Рязанской области. Сама работа шла около года. И настолько было много проблем с геральдикой, с наградами, что даже я вышел на управление по геральдике Министерства обороны России, военно-геральдическую службу. Вот на этих портретах уже полностью у всех ребят изображены их награды, их знаки, их ордена и медали таким образом, как должно быть, как есть на самом деле. То есть это документальные портреты. Можно сказать, что это полностью, это без всяких художественных прикрас, это полностью документальные портреты. Все верно, это документальные портреты, но кроме художественной работы была еще проведена и большая научная историческая работа. Понял. Но, увы и ах, на днях в телеграм-канале Рязанский репортер, я написал новость, взяв ее с федерального канала, о том, что Рязанская область занимает третье место сзади в Центральном федеральном округе по развитию культуры. Нонсенс. Вроде везде мы молодой, бравый губернатор, который, честно говоря, очень хорошо взялся за развитие нашей области, нашего региона, но, к сожалению, он не может разорваться на все фронта. И, понимаете, тут как получается. Вас не взяли. Ну, вроде сейчас патриотизм, честно говоря, будем так по-разному все воспринимают. По-модному говоря, в тренде, проще говоря, в моде, да, патриотизм. Вдруг человек, который пишет портреты героев России, не попадает в выставку. Чем вот союз рязанских художников, организаторы, я понимаю, так? А чем они мотивировали? Мотивация какая? У руководства, у выставкома и руководства Рязанского союза художников не было никаких конкретных претензий, а их, собственно, и не могло быть, поскольку высокий уровень художественной, исторической и научной ценности данных произведений признан Российской академией художеств и Союзом художников России. Совсем недавно я был награжден одной из высших медалей Российской академии художеств с серебряной медалью Российской академии художеств за данные произведения, а также благодарностью председателя Союза художников России, скульптора Ковальчука. Но я так понимаю, что есть какие-то истинные мотивы? Да, дело в том, что я с несколькими своими коллегами недавно вскрыли ряд злоупотреблений, злоупотреблений служебным положением, хищений и нарушений устава Союза художников России. И данный случай является просто ярким примером сведения личных счетов из-за личной неприязни лично со мной. Но Грушиновицкий, по-моему, написал заявление, он уходит. Или ушел, не ушел, вот об этом. Дело в том, что на последнем собрании Рязанского Союза художников после моего выступления с жесткой критикой о работе руководства председатель Грушиновицкий встал и заявил, что он уже принял решение и в феврале после проведения съезда Союза художников России он уходит. Также с заявлением об уходе выступила член правления Ирина Рифель. Но спустя некоторое время руководство Рязанского Союза художников два раза переносили проведение общего собрания. И теперь оказалось, что они уже никуда не уходят и находятся на своих местах. Таким образом, просто они ввели в заблуждение общее собрание. Хотя все их выступления занесены в протокол и зафиксированы на бумаге. Сколько народу вообще, если брать процент на соотношение долевой участия, сколько против них, а сколько молчунов, которые отмалчиваются? Дело в том, что произошло, в общем-то, очень нехорошее событие. За годы своего руководства председатель Грушуновицкий принял в организацию крайне много людей с очень низким, несоответствующим художественным уровнем. И даже были приняты люди в нарушении устава Союза художников России, вообще не имеющие никакого художественного образования, что полностью запрещено. Это деньги? Нет, это просто делается для того, чтобы иметь руки и голоса на общем собрании. Статусность поддерживает. У нас в общественной организации решения принимаются прямым голосованием на общем собрании. Таким образом, эти люди, которые никогда бы не вступили в общественную организацию в Союз художников России, они не имеют крупных всероссийских и межрегиональных выставок, которые необходимы для вступления. А им делается лишь формальное участие на одной-двух областных выставках и просто всех желающих, по сути дела, записывают в Союз. Таким образом, эти люди пожизненно будут голосовать за любые, какие бы то ни было, решения председателя. Протестующие, то есть вы, и лояльные руководству художники, те, кто с вами, они профессиональные художники? Конечно. Конечно, это профессиональные художники, а главное, это ветераны организации. Это и заслуженный художник России, скульптор Алексей Сергеевич Анисимов, и ветеран организации живописец и график Евгений Степанович Казак, и Владимир Ильич Косторнов, также ветеран организации художник театра, дизайнер и известный творческий деятель России. Это все профессиональные люди, в отличие как раз от той компании, которая полностью поддерживает нынешнее руководство. Аморфное большинство, скажем так, да? Да, аморфное большинство, не имеющее ни крупных выставок, их в Союзе художников никто не знает. Ведь раньше для того, чтобы вступить в Союз художников России, нужно было иметь приличное участие в крупных именно выставках, организованных Союзом художников России, всероссийских, межрегиональных. То есть уже человек должен был представлять из себя творческую единицу, его уже хорошо должны были знать по выставкам. А сейчас просто любой желающий приходит, его, по сути, грубо говоря, записывают. Да еще и дают мастерские, те мастерские, которые раньше принадлежали заслуженным и народным художникам России. Вы не боитесь вот этого раскачивания лодки или раскачивать, по сути, нечего? Раз вы говорите, что очень много пришло людей непрофессионалов. Поэтому, может быть, и выставки такие куцые? Конечно, все верно. Дело в том, что уже две последние выставки Рязанского Союза художников, на них экспонировалось более 60% работ нечленов творческой организации вообще. То есть, по сути дела, Рязанский Союз художников тратит свой ресурс на проведение выставок, на которых экспонируются работы людей с улицы. История с человеком из недружественной нам страны, Франции. Вот об этом расскажи. Я тоже слышал краем уха. Да, вот это такие люди, которых председатель Грушуновицкий набрал в правлении. И он даже из правления? Да, он член правления. Даже в этом Франции? Он член правления, да. Но после этого криминального преступления он был тихонько выведен председателем Грушуновицким из правления. Да, а после того, как он убил человека, сбив насмерть, он бросил свою разбитую машину и сбежал на свое постоянное место жительства во Францию. А сбил в России? Да, сбил в России в Крепяковском районе. Интересно. Хорошо. А власть? Вы к власти обращались по этому вопросу? До того, как вас не пустили на выставку? Я обращался, но дело в том, что Рязанский союз художников это общественная организация. И она по уставу подчиняется лишь руководству Союза художников России в Москве. Хорошо, Союз художников России в Москве. Ну, я в Союз художников по данному вопросу обращался, но информация была принята к сведению. Но пока каких-то конкретных действий принято не было. Теперь такой вопрос. На ваш взгляд, руководство Рязанского союза художников нарушает статьи Уголовного кодекса? Какие-то финансовые злоупотребления? Или вот то, что касается статуса, лояльности, приобретают лояльность, не примешивая суда финансовую составляющую? Да нет, и происходит и финансовое нарушение, и злоупотребление. Дело в том, что Рязанский союз художников имеет собственность в виде здания Дома художника. И большая часть этой собственности сдается в аренду. И по нашим примерным подсчетам, это доход около полумиллиона в месяц. Практически весь этот доход тратится на зарплаты руководства. Да, кроме всего прочего, они еще себя пооформляли на много должностей. Они же и сторожа, и дворники, и их родственники, их братья, их мамы. Они устроили из Дома художников общежитие, в котором установили и стиральные машины, и душевые кабины. А это, между прочим, является неуставной деятельностью. И кроме всего прочего, мы из-за этого несем определенную финансовую потерю. Потому что эти площади могли бы сдаваться в аренду, приносить доход. Но сейчас весь доход тратится только на руководство Рязанского союза художников. За 6 лет у нас не было ни одного пленера проведенного в организации. Не было проведено ни одной серьезной выставки. А серьезная выставка, я вкладываю в это то, что, например, совсем недавно я вернулся из очень сложной, интересной, творческой командировки в Монголию на реку Халхингол. Как раз в эти дни как раз о Халхинголе и говорят. Да, сейчас 85-летие сражений. И группа академиков из Российской академии художеств, вот я один был художник из ЦФО, а также художники были с региона Урал-Сибирь-Дальний Восток. И наши монгольские коллеги, знаменитые монгольские художники, 3 недели работали в этих местах, работали в погранзоне, изучали документы, изучали памятники и музеи. Для того, чтобы потом сделать произведения, которые будут экспонироваться осенью на большой выставке в Российской академии художеств. О, какие люди в Рязани есть! Вот эту вот ужасную ситуацию с падением уровня в Рязанской организации очень хорошо и наглядно показали две последние всероссийские выставки, которые прошли в Москве в залах Третьяковской галереи на Крымском Валу. Эти выставки прошли в феврале и в апреле этого года. Так вот, на последнюю всероссийскую выставку «Грани Победы» от Рязанского региона прошло только два художника, в том числе и я. И в завершении программы вопрос, который вы явно не ждете. Володя не знает о том, о чем я вас прошу в заключении. Два человека назовите лицо города Рязани из любой области, который сядет вот так напротив меня. Ну, я считаю, что это должен быть Андрей Анатольевич Кашаев и Наталья Николаевна Гришина. Спасибо. Что ж, программа завершена. Я благодарю Володю. Всего доброго. Спасибо. У нас Бог. Увидимся.